Прошу прощения. Я с радостью представляю вам следующего нашего спикера. Это Инна Мухаровская, доктор медицинских наук, доцент кафедры медицинской психологии, соматической медицины и психотерапии Национального медицинского университета имени Богомольца, врача-психолога отделения палеотивной медицины Киевского городского клинического онкологического центра, члена Украинского союза психотерапевтов. с докладом «Измерение психологической помощи семье онкологического пациента». Я прошу вас, сына. Уже добрый вечер, уважаемые участники нашего психо-онкологического форума. Это, я считаю, большое достижение для Украины, что сейчас у нас есть такая ассоциация психо-онкологов и что сейчас проводится такой форум для специалистов, для всех людей, которые заинтересованы вопросами психо-онкологии. Обычно я делаю доклады на украинском языке, но сегодня, учитывая нашу аудиторию, я попробую это сделать на русском языке. слайды будут украинские, ну, возможно, какую-то часть информации можно будет взять. Так, запускаю демонстрацию. Сегодня я хотела бы рассказать о психологической помощи для семьи онкологического пациента. И рассказать это с точки зрения, вот, как бы, измерения пациента, измерения непосредственно члена его семьи, врачебного персонала, медицинского персонала и с точки зрения психолога. Потому что в каждой из этих уровней взаимоотношений есть свои особенности вот этой ситуации наличия онкологического заболевания в семье. Если мы будем говорить о пациенте, то, конечно, невозможно понять ту психологическую составляющую без понимания стрессовых факторов, которые влияют на пациента и будут влиять на его ближайшее окружение. Это соматогенные факторы и психогенные. Если мы говорим об онкологическом заболевании, то это, несомненно, определенный уровень физического дискомфорта, соматических проявлений, особенно если это боль, которые влияют и на эмоциональное состояние, и которое, в свою очередь, будет отображаться и на системе отношений, и к себе, и к своему окружению, и в том числе, будет влиять на восприятие диагноза, лечения и прогноза. Если мы говорим о соматогенном факторе, то здесь нельзя не говорить о повреждениях центральной нервной системы. Это или опухоли непосредственно головного мозга, или МТС, метастатические поражения, или другие факторы. Если мы возьмем палеотивный этап, то это и опухолевая интоксикация, и фактор гипоксии, и фактор нарушения гемодинамики, которые способствуют тому, что возникают очень явные нарушения психические, такие как нарушение сознания, психомоторное возбуждение, нарушение восприятия в виде галлюцинации, когнитивные дисфункции. И в этих ситуациях работа психолога заключается в том, что они часто очень влияют, скажем, на то, как семья реагирует на такие проявления. Для них это очень страшно, видеть близкого человека и видеть именно не только физические, а явные психические проявления болезни. И здесь работа психолога заключается в том, чтобы иногда объяснить, что есть определенные изменения в психическом функционировании, и что это может влиять на отношения пациента, на реакции пациента, особенно если это реакция агрессии, гнева, если это реакции такие апатические, очень болезненные для переживания. И тоже научиться справляться с такими ситуациями, если такой пациент находится не в стационаре, а дома. Если мы говорим о психогенных реакциях, конечно, это разговоры пациента о том, что о прогнозе, о будущем, о страхе смерти, которые такие разговоры очень тяжелые, болезненные, и очень часто пытаются наоборот настраивать пациента на что-то только позитивное, и он может оставаться один на один своими негативными переживаниями, не имея возможности проговаривать их и проговаривать свои потребности, которые касаются планирования времени, которое есть. В том числе был прекрасный доклад Ленины касательно даже планирования будущего детей. Если это в семье не проговаривается, это имеет очень большую проблему. Всем известна вот эта периодизация реагирования пациента онкологического на диагноз, но я хотела бы сказать о том, что все вот эти психологические стадии переживает не только сам пациент, но и его родные. И проблемы в лечебном процессе, во взаимодействии в семье начинаются тогда, когда вот эта стадия реагирования пациента не соответствует этапу переживания родственника. В наших современных реалиях это может происходить тогда, когда родственники пациента знают о диагнозе и прогнозе гораздо больше, чем сам пациент. У них запускается механизм переживания, проживания травматической ситуации, может быть отчасти какое-то внутреннее прощание с пациентом. Для человека это может быть непонятно, болезненно, и снова же это невозможность проговаривать свои переживания, потребности и соответственно принимать какие-то уже проблемно ориентированные решения. Есть определенные психологические феномены проживания, но я к более таким моментам вернусь. Если мы говорим о психических расстройствах уже на уровне клиническим, то стоит вспомнить о суицидальных тенденциях, риск которых повышается при онкологических заболеваниях. И одним из мотивов именно суицидальных мотивов онкобольных это ощущение и переживание, что они есть обузой для родных. И это невозможность обслуживать себя, утрата контроля и утрата автономии. Есть ряд психосоциальных проблем онкологических пациенток, связанных именно с их окружением, их межличностным уровнем функционирования. Они касаются активности, общения, реакции окружения на их болезнь. И это такое стеснение коммуникации и ее замыкание именно на уровне семьи, когда нет какого-то внешнего ресурса, внешней помощи. Нужно понимать, что психологическая помощь на каждом из этапов лечения является разной. Это зависит от задач лечения и это зависит от самих потребностей пациента и его семьи. Если мы посмотрим, что может изменять функционирование семьи касательно болезни, это вот соматические какие-то факторы. Соматические факторы касаются общей тяжести состояния больного. Естественно, если больной тяжелый, он требует ухода, он требует помощи. Возле него остаются его родные, которые могут уходить с работы, чтобы мочь ухаживать за пациентом. И, конечно, чем больше тяжесть заболевания, тем актуальнее актуализируются мысли касательно умирания и смерти. Если у пациента есть очень такие стрессогенные соматические симптомы, как боль, как одышка, как нарушение двигательной функции, которые вызывают значительные изменения в психоэмоциональном состоянии, и, естественно, это будет сказываться на семье. Если есть вероятность развития угрожающих для жизни состояний, таких как судороги, нарушения сознания, кровотечение, это может пугать как пациента, так и членов его семьи, потому что в таких ситуациях важно, чтобы они понимали, как они могут помочь пациенту, если это происходит такая ситуация дома, или знать, куда обращаться за помощью. Касательно психических факторов, которые влияют на семью, это нарушение психического здоровья. Может касаться как выраженных психологических реакций, так и непосредственно развития психических расстройств. Депрессивное расстройство, тревожное расстройство, расстройство, связанное с нарушением когнитивной функции и так далее. Если мы говорим про психологические факторы, конечно, очень тяжелым является, когда пациенты говорят о смерти, умирании, плохом прогнозе, нежелании лечиться, желании уйти из жизни преждевременно, это очень травмирует. И нужно учитывать те копинг-стратегии, которые есть в арсенале пациента. Если есть склонности к избеганию, дистанцированию, приему психоактивных веществ, это должно быть учитано во время, например, оказания составления плана и оказания помощи психологической. И, конечно, психологические факторы — это нарастание напряженности непосредственно в семье пациента. К социальным факторам можно отнести стигматизация. К сожалению, онкологические заболевания относятся к группе болезней, которые вызывают очень сильный отклик в социальных, много социальных мифах. И, соответственно, отношение к пациентам часто строится на их основе. Частым проблемой для пациентов может быть снижение социальной активности, потеря работы вследствие периода лечения, сужение общения. И как фактор лечение требует финансовых затрат, это привязанность к медицинским учреждениям, что может негативно влиять на доступ к отдыху, возможность планировать какие-то длительные поездки и возможность их реализовывать. Ключевыми пунктами вот такими переживаниями членами семьи являются эта коммуникация, поддержка, реагирование на чувства пациента, влияние плохого настроения членов семьи на атмосферу семейную и напряжение вследствие того, что есть перераспределение семейных обязанностей. Здесь представлены составляющие психической нагрузки членов семьи. Это собственные негативные эмоции, семейные обязанности, необходимость поддерживать больного, необходимость принимать участие в лечении в качестве поддержки и учитывая нашу ситуацию в стране, и необходимость открыто общаться на тему болезни, решать какие-то проблемы, связанные с этим. Были разные исследования, и выявлено, что у членов семей, не только у пациентов, но и у членов семей могут возникать психические нарушения, и также может ухудшаться соматическое здоровье. В эмоциональном состоянии это тревожно-депрессивное настроение, это большой уровень психического и физического напряжения, в том числе физическая усталость, если пациент требует помощи по уходу. Часто настолько много переживаний, что они могут соматизироваться, это выливается соматическими заболеваниями и частыми проблемами, это являются чувства вины и постоянные сомнения в правильности своих действий. Это такие очень базовые вещи, которые влияют на эмоциональное состояние родственников и определяют их поведение во время лечения. В каждой семье формируется определенная модель поведения, и это важно понимать, какая она, чтобы иметь возможность корректировать поведение во время лечения. Например, модель гиперопеки вроде бы хорошо, пациент получает заботу, но в такой системе очень часто есть запрет на эмоции. Мы думаем только о хорошем, о плохом мы не говорим, и снова же пациент остается один на один со своими эмоциями, переживаниями, невозможностью выразить свои потребности и проговорить какие-то очень важные вещи. Касательно обращений членов семьи, очень часто они как бы имеют такую очень непрямую обращенность. То есть часто члены семьи обращаются не по поводу своих переживаний, а вот по поводу, что близкий человек не хочет продолжать специальное лечение. Они не согласны внутренне с этим, и вот обращаются к психологу с таким моментом, что как на это повлиять. Очень, конечно, важный вопрос – это разговоры о болезни с детьми или с людьми, скажем, например, родителей пожилого возраста, молодой пациент. Вот как рассказать, да, когда в таких вот сложных ситуациях. И вопросы, как объяснить о смерти матери или отца для ребенка, нужно ли их брать на похорон. И такие вот вопросы, они относятся именно к эмоциональному реагированию и сообщению, вот коммуникации. Здесь представлены мишени помощи семьи, то есть это и эмоциональная сфера, и работа с иррациональными представлениями о болезни, это и поведение. И то, что касается коммуникации межличностных отношений и тех моментов, которые касаются лечебного процесса. На каждом этапе есть свои задачи. Ну, первая задача – это нормализация психоэмоционального состояния, осознание своих эмоций, переживаний касательно вот болезни близкого человека, коррекция иррациональных представлений. И основной целью является то, чтобы семья смогла вот создать, да, свою семейную стратегию противодействия болезни с учетом всех-всех-всех факторов, которые есть во время болезни. Невозможно не говорить о том, что о семье пациента и о медицинском персонале, о коммуникации с врачами. Врачи, учитывая нашу ситуацию, да, очень часто врачи обращаются к родственникам, как, ну, есть узаконенные, да, вот такие моменты, если это лечение детей, если это лечение пациентов, которые есть юридически недеоспособными. Но часто врачам нужна помощь семьи в понимании, в получении большей информации о пациенте, в том числе во время сообщения плохого диагноза, как пациент может отреагировать на это, как им лучше подать новость. Это моменты, когда нужна поддержка для пациента в очень сложных моментах, когда есть необходимость в организации лечения пациента, которую он не может по каким-то причинам реализовывать сам, да, прием медикаментов, там, уход за какими-то, ну, механизмами, да, допустим, там, если идет постановка, там, нозогастрального зонда и так далее. Вот, то есть это необходимость помощи другого человека во время лечения. И когда пациент сам просит, чтобы рядом с ним были родственники. Если мы рассматриваем коммуникации, то основными проблемами такими ситуациями есть, это вопрос конфиденциальности, да, когда, например, пациент не хочет, чтобы часть информации передавалась родственникам. Более частым является, когда родственники не хотят, чтобы полная информация о диагнозе и прогнозе была известна пациенту, особенно если это продвинутые стадии или палеотивный этап. Еще одним моментом, который не есть таким явным для большинства, это когда семья пациента проявляет вот какую-то активность, не очень адаптивную во время лечения пациента. Вместо того, чтобы наладить контакт, ну, это обоюдная проблема, да, как бы и семьи, и медицинских работников, что когда нет контакта, нет доверия, есть много вопросов, есть много конфликтов, и над этим это та проблема, над которой нужно работать с обеих сторон. И это момент сообщения семье о смерти пациента, да, очень сложный для коммуникации момент именно для врачей. Если мы говорим о стрессовых факторах для врачей, то это, конечно, сообщения плохих новостей. Нужно учитывать, что семья пациента и сам пациент находятся в состоянии стресса, что изменяет их фон эмоционального реагирования и, в общем, эмоциональный фон, что очень тяжело иногда подобрать слова, успокоить, помочь, а иногда просто понять, да, в чем состоит суть, суть проблемы и потребности пациента. И, конечно, если мы говорим о онкологии, то это постоянно видение психических и физических страданий пациента. Соответственно, есть определенные закономерности развития психологического врачей, где такой термин эмоциональное выживание наиболее точно описывает, что иногда происходит с медицинскими работниками. И требует это, по сути, развития коммуникативных компетентностей врачей, для того, чтобы они могли понимать потребности семьи, видеть, какие есть проблемы, и мягко, но точно, да, вот доносить ту ситуацию, которая есть. Касательно специалиста с психического здоровья, это может быть психолог, психиатр, психотерапевт, важно оценить проблемы и потребности семьи, понять, какие сложности есть во время лечения, понять, какие есть ресурсы, налаживать контакт семьи с врачами, не только внутри, внутрисемейные какие-то отношения, но и с врачами, конечно, это консультирование и психокоррекция, но для семьи не только на этапе лечения пациента, но и после утраты близкого, и от специалиста с психического здоровья это требует, конечно, повышения квалификации, работы над супервизией и постоянного такого развития профессионального. Спасибо за внимание. Так вот, коротко, касательно таких разных уровней работы с семьей, понимания ее потребностей и статуса во время лечения. Спасибо. Спасибо большое, Инна.